Всем привет! Долго не выходило видео, но так как майские праздники, как говорится, надо было отметить. Президент нам подарил 10 дней выходных, поэтому сейчас будет много видео, будем работать. У нас есть машинка, которой надо заниматься, поэтому возвращаемся в русло и начинаем пилить видосики. Сегодня у нас видео не о машинах, а об инструменте, которым мы пользуемся постоянно в гараже при авторемонте. У меня на канале есть обзор на этот сварочник, купил то ли два, то ли три года назад, ну там увидите, можно посмотреть. Отличный бюджетный сварочный, по-моему, так называется видео. По-моему, два или три года назад я его купил, он все работал, все нравилось, все время начал замечать, что варить стал он, мягко говоря, хреновенько. То есть, когда начинаешь варить, то он, ну, все, плюется, то есть, как этими рывками. Ну, я думаю, если вы смотрите это видео, вы понимаете, о чем я. То есть, ну, нету вот прямо четкой сварки, как будто где-то то ли контакт прерывается, то ли еще что-то. Я думаю, уже все, значит, хана самому ему. Пока не заметил недавно, что вот так вот. То есть, вот это плюсовой кабель. То есть, чтобы вы понимали, внутри инвертор стоит, который весь этот ток преобразует. И на саму горелку, вот сюда, на проволоку, вот он подается через вот это вот. А здесь у нас все вот выгорело. То есть, вот здесь должно быть выступ такой, который цепляется. То есть, там у нас тоже вон все раздолбило. Думаю, вам видно. Все обгорело, и вот он не держится. Как-то его не вставь. Все, там все выгорело. Минус еще. Масса держится, но провод я уже поменял на КГ-25, потому что по стандарту идет, конечно, там медью не пахнет. Я взял сейчас оба и минусы плюс. Вот я купил новые наконечники, что я не смотрел, честно говоря, как у меня там с минусом, с массой. Но сейчас смотрю, что масса огонь. Будем разбирать, поэтому пока поменяем только плюс. Сейчас будем разбирать. Посмотрим, что за это время случилось не внутри, так как я работаю и в пыли здесь, то есть режем, меняем пороги, красим, то есть вот по внешнему виду ему видно. И вентилятор тоже, естественно, там насасывает всякой херни. Поэтому сейчас разберем его, посмотрим, что внутри, заодно продуем все это дело компрессором. Сейчас я откручу болтики по кругу и включусь, когда мы его уже откроем. Если ты хочешь заняться перепродажей автомобилей, а может ты просто хочешь поменять свой автомобиль, то рекомендую тебе искать его через приложение Haraba.ru. Именно здесь можно настроить все фильтры и получать уведомления о новых объявлениях самым первым, потому как объявления в Harabi появляются быстрее, чем на тех же авито, автору, хотя объявления с них. Пока они проходят модерацию, оно уже здесь. То есть у вас есть шанс выхватить очень сладкий вариант по сладкой цене вперед перекупов. Ссылку на Haraba я оставлю в закрепленном комментарии. Обязательно скачивайте, пользуйтесь и оценивайте по достоинству. Это крутое приложение. Так вот все внутри у нас выглядит. Очень много пыли, как в принципе и ожидалось. Самый прикол в том, что чтобы поменять пульсовой, его разбирать не надо было. Только сейчас догадался посмотреть, что он здесь. Ну ладно. Как говорится, заодно почистим, потому что давно уже слышно, вентилятор не так работает. Да-да, я конечно отмочил, да. Ничего страшного, хотя как бы ну нихуя себе. Ладно, сейчас беру компрессор, все это продуваем и будем откручивать плюс. Субтитры сделал DimaTorzok Далее. Ставьте лайки. Очки. Продолжение следует... 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 Чуть под прожок Надо поменьше встать Но суть, что даже сразу слышно Что он не Залипает Это еще, кстати, деталь не зачищенная Она, в принципе, оцинкованная Вот от нее еще может плеваться Прям шпарит как надо Так что вся проблема была в такой мелочи За, ну, грубо говоря, там 250 рублей Обе И туда, и туда Так что, надеюсь, мой совет вам поможет Чтобы ваш полуавтомат начал хорошо варить Кому понравилось видео Ставим обязательно лайк Подписываемся на канал, будет много всяких видео Как по ремонту автомобилей Так и вот всяких таких небольших лайфхаков Всем спасибо за просмотр и пока Всего хорошего Продолжение следует... Продолжение следует...